Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Екатерина Стихина и нас ждет обзор азиатской сессии от 20 сентября. Начало среды было отмечено снижением большинства фондовых индексов. После закрытия на минусах Уолл-стрит накануне индикаторы рынков Японии, Китая и антиподов тоже включили красный цвет. Снижаются вторую сессию подряд и фьючерсы эталонной марки нефти WTI. Тем не менее, нефтяной бенчмарк США, как и европейская марка Brent, торгуется недалеко от своих 10-месячных максимальных цен. Дорогая нефть стимулирует инфляцию и создает предпосылки для того, чтобы ставки центробанков оставались высокими в течение длительного времени. Напомним, что 14 сентября европейский регулятор поднял ставку на четверть пункта, но в комментариях было отмечено, что, скорее всего, это последнее ястребиное решение, а дальше должна последовать пауза. Целых 4 паузы с 6 июня по 5 сентября счел для себя возможным и Резервный банк Австралии. Правда, в протоколах его последнего заседания было все-таки отмечено, что вопрос о повышении тоже рассматривался, но пока победила пауза. Интересно, какой путь выберут на ближайшие 7 недель финансовой политики США? Большинство рынка, а именно 99%, склоняются тому, что сегодня повышения ставки не будет. Напомним, что решение о паузе американский Центробанк принимал в этом году только один раз – в начале мая. Учитывая, что его спикеры неоднократно ставили уровни будущих ставок в зависимости от актуальных экономических данных, нынешний рост цен на нефть вполне способен внести свои коррективы в эти планы, поэтому основное внимание будет сосредоточено на будущих экономических прогнозах и комментариях Джерома Пауэлла. Рынки, кстати, допускают возможность дальнейшего подъема базовой ставки Федрезервом США, особенно после вчерашнего заявления министра финансов США Джанет Йеллен считает, что рост экономики необходимо замедлить, чтобы вернуть инфляцию к целевым уровням. Иными словами, нужно поднимать ставку и дальше. Эти прогнозы благоприятствуют повышению доходности трежерис, а они, в свою очередь, поддерживают и позиции доллара. Так, десятилетние казначейские облигации США за ночь достигли самого высокого уровня с 2007 года. Возможно, именно поэтому американец, несмотря на давление в течение двух последних сессий, все-таки стабильно держится выше линии в 105 пунктов. В начале среды, как мы видим на графике, его цена по отношению к шести валютам аналогом продвигалась почти горизонтально в узком коридоре между отметками 105.00-105.20. Кроме того, поддержку гринбеку продолжает оказывать хорошее состояние экономики США, которое дает Центробанку страны возможность придерживаться ястребиной позиции как угодно долго. Тем не менее, до получения конкретных новостей от ФРС, индекс доллара торгуется в начале среды на условном понижении, а его актуальная цена у отметки 105.10 может сегодня пробить поддержку на 104.40, это недельный минимум от 11 сентября. А может даже и прорваться дальше вверх через сопротивление в отметке 105.40, это месячный максимум 14 сентября. В ожидании решения Центробанка США валютные рынки сегодня в основном сохраняют стабильность, но из общего тренда на торгах в Азии выпала иена. Дело в том, что сегодня японская пара оказалась буквально под шквалом комментариев о возможной интервенции властей страны на валютный рынок. Отвечающий за финансовую стратегию в правительстве Японии Масата Канда в среду снова повторил свои предупреждения о нежелательности резких скачков курса иены. При этом политик также заявил, что японские власти всегда находятся в тесном контакте по валютным вопросам с американскими и зарубежными партнерами. То есть Япония готова реагировать на движение рынка с высоким чувством срочности. Высказалось по поводу возможной очевидной интервенции Японии по покупке иены и Джанет Йеллен. На вопрос, проявит ли Вашингтон понимание в этой ситуации, министр финансов США уклончиво ответила, что многое будет зависеть от деталей. На сегодня детали таковы. В этом году курс иены по отношению к доллару снизился уже на 11% на фоне ожидания сохранения высоких ставок в Соединенных Штатах и низких ставок в Японии. В конце прошлой недели японская пара поднялась к показателям 10-месячной давности к отметке 147,95 йен, а в начале среды ее цена перешагнула уже отметку в 148 йен. И на дневном азиатском таймфрейме наметился дальнейший рост внутри диапазона между отметками 147,60 и 148,20. Учитывая, что в последние дни курс пары неуклонно двигался вверх, сегодняшнее взятие психологического уровня в 148 йен выглядит вполне закономерным. Похоже, в этой зоне проходит скопление продавцов иены, поэтому мы вполне можем увидеть рост пары к сопротивлению 148,80 йен и даже далее к важной психологической линии на 150 йен. При этом обратный медвежий сценарий выглядит менее вероятным, особенно с учетом того, что доходность казначейских облигаций США находится на многолетних максимумах. Сильные йены и выросшие цены энергоносителей привели к тому, что показатели японского импорта упали самыми резкими темпами с августа 2020 года и вышли на уровне 17,8%. Сократился до минус 0,8% японский экспорт, в основном из-за слабого спроса со стороны Китая. Кроме того, упали продажи в Тайвань, Южную Корею, Сингапур и Австралию и больше всего на 57,6% снизились продажи в Россию, но одновременно выросли поставки в США, Еврозону и Индию. При этом лидировали автомобили, электрооборудование, полупроводники и микросхемы. Очень волатильной оказалось начало среды для валют-антиподов. Австралийский доллар после целой серии бурных взлетов и падений все-таки поднялся в область котировки 0,6466. В ожидании решения Федрезерва США, Озим изо всех сил пытается добиться сколько-нибудь значимого роста внутри дневного диапазона 0,6448-0,6469. Между тем, предположение о том, что Резервный банк Австралии, возможно, уже завершил свой цикл повышения ставок, ставят австралийца в заведомо проигрышную позицию по отношению к его американскому партнеру. Пытается сохранить свой вчерашний рост к американцу и валюта Новой Зеландии. Однако силы в этой паре очень неравные. Поэтому Киви, хотя и растет, но все же его актуальная цена 0,5945 не дотягивает до вчерашних пиков на отметке 0,5953. Торги азиатской сессии новозеландец завершил все еще на подъеме внутри дневного диапазона 0,5932-0,5955. Также участники рынка ожидают, что на Форекс может вмешаться Резервный банк Индии. После того, как индийская рупия выросла на 0,08%, она пытается прервать победную серию американца, начавшуюся 12 сентября. Во время азиатской сессии в среду пара торговалась в районе отметки 83,10. Тем не менее, высокая доходность госбондов США может заставить пару пробить внутридневной максимум на 83,30, за которым последует психологический уровень на 83,5 рупий. Дальнейший ралли доллара США может быть замедлено индийским регулятором путем покупки рупий за американскую валюту на валютном рынке. Это тем более вероятно на фоне повышенной цены на сырую нефть, ведь индийская экономика в значительной степени завязана на импорт топлива. Более того, рост цен на нефть увеличивает дефицит торгового дефицита Индии. Таким волнительным на взлетах и падениях стало начало среды в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот наш обзор подошел к концу, но впереди вас ждет еще много интересного от ИнстаФорекс ТВ. Подключайтесь, будем рады получить от вас фидбэк, пишите ваши вопросы и комментарии под этим видео. Оставайтесь на связи и до скорой встречи!